Всем привет! Сегодня у нас снова продолжение посиделок с Кербербелкой. Миша, привет! Привет! У нас такой формат общения, в общем-то, он как без галстков, да, посиделки предполагает такое легкое живое общение на тему, которая нас волнует, тебя, меня и, может быть, уже многих тех, кто рядом и вокруг нас, потому что тема образования, особенно в сфере IT, сейчас на пике не только моды, да, но и понятно, что как хлеб насущен, она нужна и именно это образование нужно. И такие специалисты все равно, казалось бы, их много, но они, их постоянно требуются. Вот я как-то не посмотрю, как Headhunter или что-то такое, везде пишут, нам нужен IT-шник, там уже ГЛБ-шник, вот. А у тебя вообще нетипичная ситуация, то есть все идут куда учиться? Идут учиться и получать высшее образование, получать высшее образование, потому что, вроде бы, как с педломом, но уж точно они найдут себе высокооплачиваемую хорошую работу. А у тебя колледж, то есть это такое вот специфическое, казалось бы, подход, да, у многих такое отношение, как в Советском Союзе, когда колледж, это там что-то такое, после девятого класса, кто плохо учился, пошел в колледж, вот. А у тебя еще такой IT-хаб, то есть ты его не просто колледжем назвал, ты его назвал IT-хабом, там у тебя какая-то постоянная движуха, не посмотрю твои сторис и так далее, да. Я помню, с чего все начиналось, но это мы не будем сейчас обсуждать, это очень долго займет время, вот. Но сейчас я просто смотрю, я до тебя еще не поехала, превратилась в такой красивый IT-хаб. Почему именно колледж решил, вот, в общем-то, открыть и посвятить себя именно в каком образовании? Ну, несколько оснований. Первое, я делаю то, что сам прошел и во что верю. Собственно, своих учителей я встретил в колледже и сам прошел в колледже. И потом я получил три высших образования в зависимости от того, когда они мне были необходимы по мере своей профессиональной деятельности, я просто шел, да, там, у меня психпак, у меня управленческая, у меня магистратура политологическая. То есть, пока я созревал, дальше я выбирал те дороги, те направления, которые мне нужны. Причем специфика колледжа? Вот это вот второе, очень важно. Чем мы отличаемся от вуза, например, и почему лучше заходить через колледж, во что я сильно верю. Это в том, что ребята в этом возрасте, в основном это 15-16 лет, начинают с пубертат, переходный возраст. Что важно в колледже? Важно, что ребята приходят в переходном возрасте и вот это вот становление взрослости в момент 15-17 лет в профессиональной атмосфере, с людьми, которые через деятельность, через конкретные предметы. Это вот как бы ключевой фактор. Ну и плюс отношения взрослых-взрослых. То есть, вот когда ты два года в 10-11 классе, в этом время находишься в школе, то к тебе относится как к ребенку. Ты занимаешься не деятельностью, ты занимаешься знаньевым уровнем, да, ты просто повышаешь свой знаньевый уровень для того, чтобы там, условно, сдать экзамены, поступить в ВУЗ и прочее. Почему субкультуры появляются в переходном возрасте? Почему появляются конфликты между родителями и детьми? Почему ребятам интереснее в компаниях со старшими, крутыми, там, рокеры, панки, рэперы и вообще? Вся эта субкультура. Потому что ключевым в этом возрасте является старший товарищ, ну формула такая, да, старший товарищ, наставник. Вот когда ты говоришь про движуху в IT-хабе, это про то, чтобы была экосистема для конгруентной этому возрасту. И каждый из подростков мог найти свою скрепку с тем нахренником или со средой, через которую он будет становиться взрослым. Слушай, это звучит все очень так красиво и здорово, потому что действительно и наставники нужны ребятам, особенно в 9-м, 10-м. В 9-м классе поступают, так понимаю, в IT-колледж? После 9-го. После 9-го класса. А, после 9-го класса. Да, да, да. И смотри, получается, что они получают среднее специальное IT-образование, но есть у тебя направление и информационная безопасность, да? У них, как диплом, когда они выпускают среднее специальное по информационной безопасности, такое тоже бывает? Сети, сетевые администраторы, разработка программирования, разработка игр, информационная безопасность. Ну, в общем, укрупненно все. Сейчас мы развиваем креативные индустрии и цифровые коммуникации. Да, в дипломе-то что будет написано у ребят? В каком? В каком? Ну, кто занимается по информационной безопасности? Информационная безопасность, специалист по информационной безопасности, специалист по защите. Специалист? А корректно среднее специальное называть специалист информационной безопасности, да, именно так? Да, там есть формулировка специалист, есть формулировка техник, я, честно говоря, либо техник информационной безопасности. Надо просто посмотреть, честно говоря. Ну, понятно, понятно. Ну, то есть, ребята, я так понимаю, слушай, а как стать профессионалом среднеспециальным? Что вот происходит? Смотри, я выхожу на рынок, у меня есть диплом, среднем специального образования по информационной безопасности пойти или там по геймоиндустрии или еще что-то куда мне с этим дипломом идти вот я же не могу прийти обычно раньше шли на завод а сейчас куда идут ну давай так начнем профессионал и после вуза не профессионал профессионал это все человек который поработал в индустрии достаточно много идут идут в те же компании потому что мы учим мы учим через дело через деятельность фактически 3 4 курс это уже но больше про практику деятельности практику реализации задачей выйти к нашим партнерам задачи выйти уже собственно на обучение на работу в компании с которыми собственно мы вместе создаем программу ну и через начальник развития у вас получается практика ориентированное образование с учетом привлечения партнеров из разных эти компании как я понимаю да и и все это вот собственно заработала на практике когда мы с тобой познакомились я только начинал сейчас я думаю что уже должны быть первые плоды и какие-то уже результаты да все точно все точно конечно звучит здорово а были уже какие-то официальные трудоустройства у вас нет у нас много трудоустройств разных у нас смотри так как у нас был первый выпуск небольшой порядка 30 человек там половина была программистов половина маркетологов часть ребят пошли вышку в ранг x они прям полу все группы маркетологи туда ушли часть ребят начали работать то есть некоторые открыли свои компании мы еще много работаем на стартапах чтобы ребята могли свои компании открывать вот и часть ребят устроились компании ну как раз по этому профилю вот сейчас у нас в этом году будет выпуск побольше и уже ребята нас два трудоустроенных выбием 2 в росс сетях четверо точнее четверо в россетях четверо рост патенте ростелекоме человек шесть или на подходе в кроке на подходе ну то есть мы что делаем мы во первых дружим с крупными компании во вторых через практику ребята переходят в стажировку сейчас это не официальный трудоустройство сейчас это больше про стажировку стажировка заканчивается трудоустройством в момент когда они выпустятся то есть принципе мы их уже не видим у них индивидуальный учебный план четвертый курс после того как они получат диплом мы уже знаем что ребята там останутся вот поэтому компании интересные мы наращиваем их их большом количестве стараемся чтобы были брендовые известные компании почему потому что мы работаем ну вин-вин мы помогаем компаниям закрыть кадровый потенциал и выращиваем фактически ребят под их среду то есть пока не проходят стажировки практики они живут компанию знаю компания может выбрать например пришло туда 10 человек а вот двоих или троих они лучших забрали то есть всем это выгодно а плюс мы приглашаем специалистов компании преподавать это это помнишь у нас приходит только практике да ну и соответственно они учатся на их же задачах мы говорим дайте задачи на которых ребята будут учиться понятно что они уже много про компанию знают они фактически подготовились через и получается что вин-вину то есть всем выгодно такое взаимодействие большинство пошло в высшее образование получать или был кто-то кто после среднего специального решил работать пока так и не пошел знаешь нет прошло пошло наверно больше из-за того что нужно получить отсрочку от армии и в общем да проблему мальчик такая есть но мы эту проблему сейчас тоже решает за счет того что мы дружим с военкоматом и договорились о том что целиком наши группы будут в одну закрепленную часть переходить по профиль то есть добавляя слетая тишки армию тоже эти шнете нужно мы говорим давайте они у нас заканчивают конца группа идет ну если ребят хотя дан например пойти в армию после колледжа они не прям всей группой там по профилю продолжает фактически год такой стажировки в армию тоже полезно а какие профессии сейчас среднем наиболее востребована сфере айти бы как-то вы мониторили смотрели вы что тоже наверное не сидите на месте и смотрите я думаю кто нас слушает у нас ну конечно мы мониторим каждый год и у нас есть такое понятие мы в рамках федеральных стандартов научились открывать ну так называемый бизнес роли в нашем лексиконе это очень смежный профиль через который фактически отвечает на запрос отрасла например вот безопасники у нас внутренние и внешние безопасники у нас разработка веба разработка мобильных приложений разработка игр это под разных партнеров под разные отрасли сейчас у нас на основе программистов которые на джаве всегда были сейчас мы отделяем аналитиков анализ данных то есть те кто вот в анализ уходят но такие смежные профили на стыке например разработка веба не все ребята например тянули разработку веба и у нас родилась бизнес роль веб-дизайн это и не дизайнеры не те кто заканчивали художественные школы и не разработчики потому что им сложно например там стек технологии изучать программирование и они вышли в такую смежную отрасль веб-дизайн и это фактически на стыке запроса рынка и запроса самих ребят из-за того что там уж получается не получается мы очень но чувствительные к запросу и разу вот эти бизнес роли появляются какие люди есть у тех кто приходит учиться что они получают замену я из того что услышала что они получают классная практику а иллюзия то какие вы же очень многие скептически смотрю относятся к среднеспециальным все равно несмотря на все красивую туа дортку которой кажется да многие говорят вот это прям ко мне подходят катя ты знаешь а вот чего как-то работает я говорю ну идея ну и как бы она хорошая реализация я вижу что она уже есть до судя по тому что вы можете уже похвастаться выпускниками можете уже похвастаться практическими проектами я понимаю все равно наверняка люди приходят и вот они с какими-то иллюзиями да вот какими они приходят тебе над день в этом дверей там или еще что то что ну смотри иллюзия иллюзия в том что все будет очень просто и очень легко мы мы чем отличаемся от очень многих топов топовых школ у нас нету жесткой жесткой селекции вообще противники селекции мы берем ребят но не могу сказать что мы всех берем мы берем там нас порядка четырех пяти разных входных историй но больше для того чтобы понять кто к нам приходит и детализируя запрос от уровня возможности обучения вот мы стараемся делать группа отдельный по английскому группа отдельно по математике первый год мы за первый год закрываем 10 11 класс и вот это точно то что мы не попадаем вот в этот ощущение потому что все думают что сейчас придут и сразу будет много-много всего интересного крутого а нужно подтянуть мощную математику потому что идти это про математику фундаменте в заходе да мы это понимаем у безопасников самая сложная математика на уровне высшей математики с первой после девятого класса там уже короче там те темы которых нету программистов и они конечно на этом ну процентов 10 из тех кто пришел на безопасность в первые полгода бегут программисты или в разработчики или еще куда-то другие специальные математика очень сложно а в безопасности без математики ловить нечего там всякие крипто вот эти истории защиты и в общем там очень хорошо понимать то же самое в принципе происходит у программистов на хайпе программисты программисты когда ребята сталкиваются с технологиями что-то не очень все просто достаточно сложно особенно java и вот в общем тоже там начинают уши заворачиваться тоже бегут другие более простые более как им кажется проще направление поэтому вот это наверное одна из самых сложных вещей просто кажется что айти это классно прикольно и очень легко это не так это сложно и и должно быть желание учиться и постоянно в этом находиться и развиваться и читать иди самообразование тоже никто не отменял то есть равно сколько бы мы не давали то все он должен был нацелен на это знать и нужно забывать про многие хобби много много времени тратить свою профессиональную деятельность я захотела поговорить чем реальные минусы обучения в колледже потому что послушав себе кажется детство закончилось у нас хобби на хобби времени нету что еще немножко немножко не так хобби надо трансформировать и у нас есть например возможность свои клубы создавать на основе своего хобби и тогда ты просто среду которая к тебя окружает и начинаешь что здесь ты же тоже здесь отрабатываешь очень большая часть soft skill of отрабатывается на первом курсе благодаря зоне твоего интереса но интересом нужно делиться его раскрывать и на этом формировать свое окружение они закрываться дома сбегать и как бы продолжать вот эту историю потому что она не принесет для тебя на шага развития первый год это про фундамент и это просто в скиллы про умение работать в команде про умение выходить из зоны комфорта достигать зоны своего интереса показывать и делиться этой зоны интересом с другими включать его в свою среду то есть вот на этом очень много направлено это фактически про такую экосистему которую сами ребята создают они главное детство ты еще есть у ребят в десятом классе или как уже но его навык его навалом этого детства тут же ты это неплохо это неплохо это хорошо детство нужно сохранить себе и мы все взрослые сохраняем детство это круто мы живые живые мы умеем придуряться улыбаться и в общем не ходим в неврозы тут важно что что такое взрослась это про ответственности про осознанный выбор это про то что что в моменте важно для тебя что нужно брать и брать ответственность это делать и это про взрослую то есть взрослый срождается в ответственном выборе как говорил наш великий психолог алексей леонтьев он говорил личность рождается дважды вот первый раз три года когда отделение от мамы происходит процесс сепарации ребенок я сам а второй раз личность в переходном возрасте в момент личностного выбора вот я беру на себя ответственности выбираю что нет мама папа все я взял на себя ответственность не интересно кибербезопасности или программе и я буду здесь учиться нас очень много конфликтов с родителями когда родитель говорит нет ты пойдешь значит куда я тебе скажу ребенок горит нет мама ты знаешь или папа я хочу быть тем кем я хочу и вот это очень важно в этот момент это продуктивный конфликт конфликт самости конфликт взрослости конфликт личный взрослой а дальше если так ребенок сделал во первых это первый шаг но потом это нужно уже нести потом уже тебе как бы говорится ты взялся значит теперь уже будь любезен достигает иди вперед вот мы я про это я хотела спросить еще смотри раз у вас уже есть какие-то success story дать истории успеха выпускники туда-сюда может быть ты поделишься каким-то интересным трудоустройством или интересным местом работы кто-то прямо получил то что он хотел или у кого-то разился классный стартап войти безопасности что такое вот здесь такое что запомнилось вам буквально недавно исполнилось 4 года 4 года до 4 года вот есть такая история которой можно поделиться именно в кибербезопасности ли вообще смотри смотри кибербезопасность я пока наверное красивых историй не скажу потому что мы ее начали позже она у нас то есть у нас первый выпуск в этом году кибербезопасник вот там ребята у нас не очень много и это вот первый такой первый первый вот там есть интересные заходы в компании там в рост сетях ребята у нас работают там больше наверное про то что мы мы дотюнили программу и доформировали очень профессиональную команду сейчас должен выйти еще очень известный лидер к нам пока не буду анонсировать скоро очень известный человек должен прийти к нам как лидер у нас скажешь сейчас есть такие профессиональные лидеры да ты помнишь вот по интересно ну например наш сайт сделали студенты у нас есть такое понятие инкубатор это такой бизнес юнит фактически внутренняя компания внутри у каждой специальности там ребята 24 на 7 могут создавать свои проекты делать проекты на заказ делать проекты под нашу задачу 20 процентов для крока сделали мобильное приложение интересно сделали вот сейчас поисковую поисковую систему когда у нас есть заказы есть взрослые заказчики есть много студентов которые могут сделать сами ребята написали встречу самого заказчика и самого самой команды разработки вот они там по конкурсу эту встречу находят вот есть там санту написали знаешь когда на новый год дарят подарки и вот скрытый санта делает и подарок заносишь там рандомно подбирают за рандом вот на такую на мобилке сделали ребята открыли свою разработку компанию уже забрендовали и сейчас там третий второй третий курс вместе они сейчас начинают вот соц сетях кушать вот какие то конечно сильному комьюнити потому что на самом деле у нас не преподаватели большей степени у нас большей степени наставники которые из отрасли и они очень заинтересованы там для своих проектов выращивать команда отдавать своим партнерам вводить например мы сейчас написали порядка восьми игр две из них написали сами студенты под свои хотелки вот она на google play есть игра можно посмотреть у нас на сайте скачать на бабу называется вот сейчас вторую ребята дописывать то есть зависимости от того направление которое ты выбираешь вокруг тебя профессиональные отрасль внутри колледжа и ты можешь через вот эту среду достигать всего чего-то у чего ты хочешь хочешь свой стартап делай очень какую-то задачку красиво нарисовать сделай потом защите ее виде диплома не хочешь придумывать окей будь членом команды сделать те задачи которые колледж регулярно берет на себя у нас у нас ну как бы и специальная процедура мы заключаем договор колледж несет ответственность за реализацию заказов мы делаем смету по каждой задачи в этой смете сами студенты соответственно есть наставник который отвечает за всю реализацию и команда студентов которые отвечают за реализацию проекта перед взрослым наставником но вот все по смете есть стоимость часа утвержденная чем старше курс тем более дорогая стоимость часа ну и вот по такой логике фактически мы с тобой учились такого образования вообще даже никто не мог подумать мне кажется большая степень появляется на рынке выходить на рынок у высшего образования параллельно практик ориентированное управление стало зарождаться и фактически в унисон с высшим образованием стали такую историю делать на мой взгляд вот поэтому мне кажется интересно буквально общалась с родителями там старшеклассников и когда мы про колледж заговорили они такие ох кать ну как же так быть там же во первых они у всех беспокойство было да и второе то что а вдруг мой ребенок и закончить получать высшего образования а без высшего образования найти сайте специальностью его вот куда могут принять то есть я могу с этим дипломом так или иначе работать войти любой компании возьмут не по диплому опознанием вот наших ребят берут и ни разу мы не слышали нужно высшее образование вот наверно я тогда выпадал я такую фразу говорю ребят мы не вместо не вместо подготовки к поступлению вуз мы не для того чтобы обойти егэ хотя нам егэ не нужно и дальше после нас можно поступить по профилю вуз без егэ но не для этого существует колледж он существует для того чтобы на ранней стадии ребенок через дело повзрослел понял про свое будущее и начал развиваться раньше и попадал в компании почему компания любит наших ребят потому что они заходят на позицию джунов они еще не избалованы разными типами сред и разными как бы но такими то есть они выходят как знаете после топовых кафедр топовых вузов с короной с определенным ценниками ниже которого и думают о себе больше чем на самом деле есть наши ребята приходят понимая свои возможности и готовые расти качественно расти в правильной нормальной среде они все поняли про среду у нас они поняли про ценности они поняли что такое взрослые наставники когда ты на равных может взаимодействие в равных командах расти и развиваться и это для них уже базовый принцип через который они могут дальше расти почему компании любят таких ребят потому что их сложно потом перекупить мы знаем что сейчас на рынке все занимаются тем что перекупая друг у друга топовых специалистов мы говорим если вы участвуете в испытаниях специалистов для себя на нашем уровне вот в этом переходном возрасте тогда эти ребята становятся преданными компании и их уже за 10 тысяч не перекупить они уже переходят на других смыслах а это поколение которое сейчас у нас учится он это не так это не такое поколение как мы у них другие ценности у них другие выборы и они ради денег не будут там переходить компании в компании для них очень важно с кем они работают где они работают какой среда какое уважение какая экосистема в этой внутри какие ценности я думаю нет потому что хороший специалист это всегда проблема мы ограниченное количество берем у нас то есть мы остановились на определенной цифре и мы понимаем ну свои возможности во первых очень мало тех людей практиков которые могут к нам прийти и преподавать мы всегда то есть проблема роста она понятна у нас должны быть хорошие специалисты хорошие технологии чтобы мы давали хорошие качества и поэтому определенное количество мы можем ежегодно выпускать и брать вот больше не сможем то что иначе все начнут разрушаться ломаться ну по крайней мере пока мы вот не видим особых возможностей по такому качественному развитию пограниченный рост других я за других я не могу говорить только у кого мы выпустим это точно будет вас требовать расскажи пожалуйста основной трудности на пути к успеху именно войти сфере как ты считаешь основной трудности которым сталкиваться и в принципе которых не нужно бояться что все это решаемое основной трудности но мне кажется любая отрасль и любая профессиональная деятельность это сложно когда ты в нее входишь есть всегда представление то как ты это как представляешь себе да а есть понимание то есть когда начинаешь сталкиваться с реальной деятельностью у тебя ну на уровне кожи начинает возникать новые привычки называется выход из зоны комфорта вот я всем рекомендую чем бы вы не увлекались ну и конечно рад и в большей степени зайти зайти или за креативной индустрии или вообще за те направления которые будут завтра и послезавтра мне кажется вот это главное учиться будущим специальностям которые будут так иначе востребован к чему айти потому что сейчас везде эти любой отрасли которую ты не возьмешь от медицины до я не знаю чего маркетинга везде айти без этого никуда поэтому это универсальная мне кажется это универсальная компетенция на которую можно дальше получать хоть 10 высших образований хоть менять 50 раз отрасль своей деятельности и прочее прочее вот этот фундамент точно в будущем будет необходим первое не бояться выходить из зоны комфорта потому что любая профессиональная деятельность это сложно это не бирюльки это не игрушки это не геймификация как бы не хотелось есть элементы того что помогают и мне кажется мы здесь попадаем в точку потому что мы делаем экосистему экосистема это про то когда образование и отрасль находится рядом когда ты можешь себя поддержать за счет хороших профессиональных наставников той среды в которой комфортно и свободно тех открытых ребят которые тебе всегда помогут это переходит еще в элементы образовательной деятельности такие как например пир ту пир обучение равных с равными у нас очень много того что студенты студентов учат или студенты наставляют младших над старшим тоже такие формы у нас есть это тоже про создание образовательной или просто или просто систем экосистемы в которой комфортно для того чтобы было легче выходить из зоны комфорта но самообразование никто не отменял если вы выбрали направление нужно быть готовым к тому что вам нужно читать вам нужно изучать и не только те знания которые даем мы а погружать себя постоянно то новое что происходит выборе вот той деятельность которую которую вы хотите освоить потому что профессионализм легко не дается ну наверно коротко вот так сердечки летят наверно твою сторону очень приятно директор и не только я думаю наставника вот я думаю тут и твои скорее всего смотрят этот эфир вот может передать тоже привет всем привет да а я хочу сказать завершение что если нас смотрят какие-то компании айти и зайти да или люди близкие конструкционной безопасности собственно у михаила можно пригласить к себе на стажировку джуниров молодых совсем таких специалистов и и либо самим предложить какие-то кейсы до которые можно реализовать у вас на базе эти хаба да и тоже как-то эту практику ориентированную историю реализовать правильно я понимаю да да конечно конечно мы мы берем на практику делаем заказы делаем программируем стажировки берем реальные кейсы у нас прямо сейчас очень много таких задачек и мы с удовольствием открыты можно мне писать на любых в любых соцсетях я практически везде всегда отвечаю в течение суток в общем за любой кипиш кроме голодовки спасибо миша спасибо большое у